Музыка такая, поэты такие, писатели такие, а нравы вот такие. Привет всем любителям поговорить о книгах, и в сегодняшнем видео я вам покажу свои последние книжные приобретения. И, как это часто бывает, уже я во все книжки залезла, часть из них уже прочитала наполовину. В общем, сегодня у нас, знаете, смесь такая будет книжных новинок с чем-то полупрочитанным. В общем, дайджест, потому что вышла в последнее время в книжных магазинах. Итак, с чего мы начнем? Мы начнем с вот такой вот замечательной книги, которая называется «Невеста призрака». Мне, кстати, совершенно не нравится ее обложка, потому что, судя по обложке, можно сказать, что это какой-то, знаете, любовный роман, такой вот среднего качества. Но на самом деле это весьма занятная история про Малайзию в 1890 году, когда она еще называлась Малайей и была британской колонией. В общем, в чем здесь смысл? Эту книгу написала американская писательница малайско-китайского происхождения, или, точнее, китайско-малайского, которую зовут Янг Цзэ Чу. И книга эта рассказывает про девушку, которая в 1890 году живет в Малай и является наследницей, ну, такой, обедневшей семьи. Когда-то они были очень богаты, но потом обеднели, и, в общем, дела у них прям совсем плохо идут. И ее отцу, который весь такой, знаете, курит опиумную трубочку свою и вообще пребывает где-то в параллельных мирах, ему делает предложение его старый знакомый, лидер богатой семьи, который говорит, что у него недавно умер его любимый сын, его наследник. И, соответственно, ему нужно подыскать невесту, да-да, именно мертвому наследнику. Девушка об этом узнает, и, естественно, она сама против такого развития событий, потому что, понятное дело, никому не хочется становиться невестой призрака. Но семья, богатая там своими окольными путями, все-таки находит способ их как-то вместе свести. И что из этого вышло, вы можете узнать из этой книги. На самом деле, чем интересна эта книга, это огромным количеством отсылок именно к малайской культуре. То есть здесь именно книга про малайских китайцев, и даже на страницах книги вы можете найти много-много разных иллюстраций, разных, например, малайских нарядов или каких-то традиционных музыкальных инструментов. Я сказала много иллюстраций, хотя вот сейчас только одну увидела. Ну, в общем, здесь прям много сносок, которые дают какую-то культурно-историческую справку. Так как мне, в принципе, интересна вот эта тема истории Юго-Восточной Азии, а вот нашла вот одна иллюстрация, а вот другая иллюстрация, я в восторге. Потому что это, знаете, прям такой вот роман, который вас держит за душу, потому что там сразу и призраки, и мистика, и какие-то вот эти вот исторические отсылки, и плюс еще все-таки есть любовная линия, которая пока что очень даже, знаете, сбалансированная. В общем, мне нравится. И, кстати говоря, по этому роману был снят мини-сериал на Нетфликсе. Я его до сих пор не смотрела, потому что я хочу сначала прочитать роман, а потом уже посмотреть мини-сериал. И что интересно, что мини-сериал был снят вроде даже на Тайване. Ну, во всяком случае, большинство актеров, которые там играют главные роли, это именно тайваньские актеры. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим, что там произойдет дальше. Пока что я прочитала где-то одну треть этой книги, и я прям чрезвычайно довольна. Мне прям безумно интересно. Я хочу как можно скорее ее дочитать. Следующая книга, это книга с совершенно волшебным оформлением. И я думаю, что ее многие читали. Это книга Питера Мэйла, которая называется «Год в Провансе». Питер Мэйл это британский автор, причем он супер известный, он супер титулованный и в Британии, и во Франции. И когда-то он написал вот эту вот книгу «Год в Провансе», и вы могли видеть фильм по основам, точнее, по мотивам этого романа, который называется «Хороший год» с Расселом Кроу в главной роли. Кстати говоря, эта книга вышла вроде в 92-м году впервые, и уже вроде в 93-м году был еще снят сериал по мотивам также этого романа. Действие романа разворачивается, как несложно догадаться, в Провансе, куда приезжает семья, состоящая из жены и мужа, которые купили случайно, там как-то увидели фермерский дом в Провансе, и в общем, так он им понравился, так понравился, что они решили переехать из серой Англии, конечно же, в солнечный Прованс. И первая книга рассказывает про их первый год в этом самом Провансе, как они учили французский, как они знакомились с соседями, как они познавали вот эту вот французскую кухню. И написана эта книга с британским юмором и вообще с очень большой любовью ко Франции. И, кстати говоря, эта книга была признана самой популярной книгой туристической по Франции, там, в каком-то периоде времени. Ну, в общем, известное произведение, и я до сих пор его не читала. Кстати говоря, Питер Мейл написал огромное просто количество книг про Прованс. Вот смотрите, сколько всего! Просто целая куча! Так что, если мне первое понравится, я думаю, что, может быть, остальные я тоже захочу прочитать. И нужно отметить здесь совершенно потрясающее оформление этой книги. То есть, посмотрите, это все здесь прям выбито на обложке, то есть, она невероятно красиво оформлена. И, конечно, если вы кому-то хотите сделать вот такой вот чудесный подарок, вы можете обратить внимание на эту книгу. А для всех творческих ребят, которые не только восхищаются красотой оформления книг, но и сами хотели бы работать в сфере дизайна и иллюстрации, я хочу представить совершенно шикарную возможность. Это дистанционное обучение на факультете коммерческой иллюстрации образовательного портала Geekbrains. Кто такой иллюстратор? Это создатель визуальных образов, которые раскрывают и дополняют содержание любого текста, будь то художественная книга или, например, рекламное сообщение. И, кстати говоря, работа иллюстратора всегда очень востребована и в дизайне, и в рекламе. Преподаватели факультета коммерческой иллюстрации в Geekbrains это эксперты из крутого иллюстраторского агентства Тиланели. Они научат вас создавать иллюстрации с помощью Photoshop, Procreate, Illustrator, After Effects, Blender и других инструментов. Вы не только приобретете технические навыки и знания, но также разовьете свой собственный уникальный узнаваемый стиль работы, узнаете, как работает индустрия и также поймете, как работать с разными проектами и заказчиками. Сам курс длится 8 месяцев и занятия проходят в онлайне, то есть вы можете учиться из любой точки мира. И, кстати говоря, за период обучения вы реализуете 6 проектов, которые потом сможете добавить в свое портфолио. А эксперты из Geekbrains помогут вам оформить ваш опыт в востребованное резюме. И самое интересное, что по окончании обучения вы не только получаете сертификат с государственной лицензией, но также еще получаете гарантию трудоустройства от Geekbrains. Обучение на факультете коммерческой иллюстрации подойдет тем, кто хочет поменять профессию, освоить новую профессию с нуля или же тем, кто уже работает по этой профессии, но, например, хочет повысить свой уровень знаний и сформировать качественное портфолио, которое отвечает самым современным стандартам. И, кстати говоря, обучение можно оплатить в рассрочку. Ссылку на факультет коммерческой иллюстрации образовательного портала Geekbrains я оставлю внизу в инфобоксе под этим видео. Обязательно заглядывайте, обязательно интересуйтесь. И желаю всем успехов в освоении такой обалденной, такой интересной и замечательной, творческой и одновременно востребованной профессии. Возвращаемся к книжным темам. И сейчас у нас следующая книга, которая называется «Магия лжецов». Кстати говоря, у нас сразу две книги от издательства, которая называется «Инспирия». И я думаю, что вы помните это издательство. По книгам, которые я вам давненько показывала, это всякие детективы азиатских авторов. Но на самом деле я так поняла, что это издательство, это импринт «Эксмо», по-моему, или кого там это импринт, давайте посмотрим. Да, это «Эксмо». Они просто выбирают достаточно популярные книги, которые были изданы в разных странах, бестселлеры, и, соответственно, приобретают на них права и печатают. В общем, книга первая. Называется она «Магия лжецов» автора Сары Гейля. И это автор американский, это, я так поняла, ее вроде даже дебютный роман. Эта книга, как нам обещают, это смесь Вероники Марс, Бриджит Джонс и Гарри Поттера. В общем, сюжет такой, что есть некая дамочка, которая является частным детективом. У нее проблемы с алкоголем, и вообще она, ну вот представьте себе, типа, Бриджит Джонс, которая стала вдруг частным детективом. И что интересно, что у нее есть сестра. А сестра ее одаренная колдунья. И она преподает в некой Академии Магии. А вот эта вот наша Бриджит Джонс, она никогда не хотела иметь вообще какое-то отношение к этой магии. Ей все это было неинтересно. Ну, видимо, у нее какие-то более важные дела были, например, связанные с принятием алкоголя. Ну и, в общем, она как-то к этому так вот относится. Но в магической школе происходит убийство. Какое-то совершенно ужасное и кровавое. Причем происходит оно там прям на первых же страницах. И реально описано прям с кровью. Прям кровище много-много хлещет из страниц этого романа. И, соответственно, ее приглашают расследовать эту ситуацию. Кстати говоря, по-моему, на лабиринте развернулась прям целая там битва редактора этой книги, которая написала, что это новая звезда вообще небосклонно книжного вот этот вот роман. И читателями, которые ее прочитали, сказали, что книга очень так себе. Тем не менее, мы здесь видим, что это финалист даже премии Локус. Ну, то есть, есть какие-то достижения у этого романа. И интересная довольно аннотация. Ну, я так поняла из отзывов на эту книгу, что аннотация не очень имеет много общего с реальной составляющей этого романа. Поэтому посмотрим. Может быть, понравится, а может быть, как-то и не понравится. А следующая книга называется «Рецепт идеальной жены Кармы Браун». И здесь у нас такая занятная история, которая развивается сразу в двух временных отрезках. В общем, сюжет начинается с того, что некая молодая женщина, которая увольняется с работы по настоянию своего мужа, переезжает в дом, который они только что купили в американском пригороде. И, соответственно, она понимает, что жизнь ее кончена, отныне ей предстоит быть домохозяйкой. И вот этот вот весь дом обслуживать, как, знаете, такая домохозяйка классическая из 50-х годов. И каково же было ее удивление, когда она находит поваренную книгу некой домохозяйки, которая жила в этом же доме как раз в 50-е годы. Начинает она, в общем, готовить по рецептам этой женщины. И постепенно понимает, что в этой поваренной книге в ней не только рецепты, а вообще-то еще какие-то отрывки из жизни. То есть это такой, знаете, рецепты-дневник вот этой вот домохозяйки, которая жила там за много-много лет до нее. И она понимает, что у них очень похожие ситуации в жизни. То есть что одно и там какие-то очень сложные отношения с мужем, какая-то страшная тайна, что у нее тоже как-то все очень плохо. И параллельно вот эти вот две истории развиваются. Эту книгу, кстати, очень хвалили. Говорили, что она прям действительно хорошая, действительно интересная. И что она понравится тем, кому понравился сериал, который называется, по-моему, «Когда женщина убивает» или «Почему вроде женщина убивает». То есть там, похоже, очень сюжетная линия. Ну что ж, почитаем и тоже узнаем, насколько она хороша. Дальше мы с вами переходим к истории. И книга, которую я купила, «Краткая история Франции» Джона Норвича. Джон Норвич – это очень интересный исторический, можно сказать, персонаж, потому что он был британским дипломатом во Франции. И, можно сказать, потомственным дипломатом. Его отец тоже был британским дипломатом во Франции. И сам Джон Норвич – он историк, он знаменитый исследователь именно Франции. И также он, насколько я помню, еще публицист и журналист. Ну, в общем, у него много всяких регалий. И он написал эту книгу про историю Франции, причем заканчивается она началом Второй мировой войны. Ах, нет, наврала, все забудьте. Не началом Второй мировой, а концом Второй мировой войны. И он пишет, что он старался историю Франции показать в более таком легком ключе, то есть не останавливаться очень глубоко на какой-то теме. Ну, понятное дело, что такие темы, как Вторая мировая война, здесь более глубоко освещены, чем какие-то темы вроде каких-то очень давних времен. Прям вот начало-начал, когда особо ничего не напишешь, кроме того, что вот эти горшки были вот так вот слеплены, а вот эти там, не знаю, какие-нибудь ткацкие приспособления предположительно выглядели вот так. Поэтому книга, я думаю, будет интересна широкому кругу читателей, и прежде всего мне именно, потому что, ну, история это вообще такое дело, знаете, когда вы сразу начинаете историю какой-то страны из каких-то очень-очень сложных произведений, таких чисто научных, то, скорее всего, у вас это потом отобьет желание глубоко погружаться в эту тему. Но если она написана каким-то более легким языком, более в такой, знаете, дружелюбной к читателю манере, то это, конечно, замечательно, потому что тогда у вас возникает желание больше и больше узнавать про эту тему. Ну, в принципе, это справедливо не только для истории, но и для любой другой науки. И, кстати, вот в этой вот серии «Краткая история разных стран» в ней выходило достаточно много разных книг, и у меня была «Краткая история США». Я когда-то, я не знаю, лет, наверное, 7 назад или 5 назад вам ее уже показывала, и также была «Краткая история Германии». Вот «Краткую историю Германии» не покупайте. Это просто совершенно ужасная книга. Она вообще никому точно не понравится. Ну, вот по поводу «Краткая история Франции» мы с вами еще узнаем. Следующая книга – это Сьюзан Хилл и «Женщина в черном». С этой книгой вышла вообще внезапно такая вещь. Оказалось, что я ее читала, только было это как раз, ну, чуть ли не 10 лет назад. Я ее читала на Киндле, и поэтому я вообще абсолютно забыла, что когда-то я с ней уже знакомилась. Ну, я думаю, что многие смотрели фильм «Женщина в черном». Это классический готический роман. Впервые он был опубликован в 80-е годы. Кстати говоря, Сьюзан Хилл – это очень титулованная английская писательница. У нас почему-то очень мало о ней знают. Хотя у нее огромное количество суперпопулярных, признанных произведений английских, и одно из них называется вроде «Я король в замке» или как-то так. Это довольно занятное произведение, которое рассказывает про конфликт между двумя мальчишками, которые происходят из двух разных семей, но у обоих есть какая-то проблема большая в семье, и они конфликтуют за развалины старого замка. Ну, в общем, так получилось, что они просто живут рядом, и вот у них там идет прям такая настоящая борьба. И книга эта про то, что дети отнюдь не невинны, в них много очень звериного, в них как раз нет вот этих сдерживающих таких факторов, которые еще не развиты у них, и что они ведут там вот прям настоящую войну за этот замок. И к чему все это приведет? Так, это что-то у нас отклонение от темы. А сейчас поговорим про женщину в черном. Ну, здесь у нас, кстати, кинообложка. Здесь еще, по-моему, была суперобложка, но я ее уже сняла. В главной роли в фильме снимался Дэниел Рэдклифф, и сам фильм, кстати, очень страшный. Если вы не смотрели, если вы любите такие готические ужастики, я могу вам посоветовать его посмотреть. Ну, конечно, не всех впечатлит, но, тем не менее, я считаю, что фильм снят хорошо. В общем, в чем состоит сюжет? Что есть некий тайный дом. Конечно же, как всегда в готических романах, который стоит на острове, и этот остров находится в соляном болоте, насколько я помню. И, в общем, иногда это болото поднимается, или это какая-то, в общем, заводь, ну, в общем, какое-то место, где вода иногда поднимается, иногда опускается. То есть происходит отлив и прилив, и дом на некоторое время отрезан от остальной суши. И в нем умирает женщина, которая оставляет этот дом и огромную кучу всяких документов. И молодой адвокат, которого играет Дэниел Редклифф в фильме, он приезжает в этот дом, чтобы разобрать бумаги этой женщины. И на похоронах этой женщины он встречает в церкви какую-то очень загадочную женщину в черном, которая привлекает его внимание. Он начинает спрашивать людей по поводу того, кто такая эта женщина, но все люди, которые живут вот в этой местности, они на него смотрят абсолютно с ужасом и, конечно, не хотят о ней говорить. Ну, и, в общем, выясняется, что там, конечно же, все не то, что непросто, все ужасно, непросто, совершенно кошмарно, непросто с этой женщиной в черном. Трагическое достаточно произведение, поэтому любите готические романы. Если не читали, советую вам прочитать. Что у нас дальше? Дальше у нас Гавана. Страна парадоксов. Как здорово, что у нас стали выпускать вот такие вот книги, которые, знаете, про какие-то города и страны отдельные. Мне так это нравится. Это одна из моих самых любимых тем. Ну, и, конечно, Гавана – это город для меня абсолютно неизвестный. Я никогда не была на Кубе, но хотела бы когда-нибудь побывать, и поэтому эта книга меня заинтересовала. Написана она американским журналистом Марком Курландским. И это журналист, который, насколько я поняла из его биографии, он очень много работает в разных странах, именно как вот такой корреспондент какой-то американской газеты, вот, который живет в конкретной стране. И он много жил в Мексике, он много раз бывал, как я поняла, на Кубе вроде он там не жил. И такой он очень активный публицист. Он много книг написал на совершенно разные темы. Про Гавану он написал такой очерк, можно сказать, полуисторический, полукультурологический, в котором он рассказывает и про историю, и про то, что в Гаване очень много всего несовместимого, что это, знаете, такое совершенно особенное место. Вот там музыка такая, поэты такие, писатели такие, а нравы вот такие. Как же все это вместе сочетается? Здесь есть и иллюстрации в этой книге, и большое количество исторического какого-то материала. Поэтому прочитаю с большим удовольствием. Но, кстати говоря, она очень тоненькая, так что не знаю, насколько она вот прям как-то полно отображает все, что нужно сказать про этот замечательный город. Следующая книга, это, конечно же, Харуки Мураками. Ох, этот Харуки Мураками! Знаете, он как-то у нас вот прям как змей, как змей все время прокрадывается практически в каждый ролик, несмотря на то, что мне не очень нравится его именно романы, но тем не менее, как-то так получается, что как автор автобиографии, которых у него вроде как две, получается, да, если вот это рассматривать. Нет, это не автобиография, это сборник его разных выступлений, как я понимаю, разных статей. Но, например, его автобиография, которая называется, что о чем я говорю, когда я говорю о беге, мне она очень понравилась. Мне кажется, это один из тех авторов, который с вами как будто разговаривает. То есть вы когда читаете, вы понимаете, что он как будто говорит именно с вами. Мне это очень нравится, мне очень нравится, когда я вот это чувствую в каких-то автобиографиях, поэтому руки мраками продолжаю читать. В общем, писатель как профессия, это его рассуждение про писательство. На данный момент прочитано у меня вот столько, и здесь в основном его рассуждение про ремесло писательское, про тусовку японских писателей, как там у них все обстоит. Ну, такие, знаете, немножко, хотела сказать, сплетни, но нет, он именно этот в другом ключе. Ну, просто вот как они общаются, что они не очень любят принимать новичков, про разные литературные премии. Очень-очень он там много рассуждает. И, кстати, это такое же издание, как издание, помните, мы с вами тоже читали книгу Харуки и Мураками, когда он разговаривал о джазе со знаменитым дирижером японским. Вот в точности такая же книга. Но я получаю большое удовольствие. Не знаю, если вы любите Харуки и Мураками, возможно, вам это будет интересно. Или если вы интересуетесь вообще темой писательства, да, если вам интересно читать про такую профессию, как писатель. Следующая книга, это вот книга, которую я очень давно хотела купить, но то ее не было, то она стоила каких-то заоблачных денег, и я за ней прям долго следила. Это «Краткая история Юго-Восточной Азии» автора Александра Ландау. Этот автор также написал книгу про Японию, про историю Японии, и тоже то ее не было. Сейчас она вроде появилась, но я уж купила Юго-Восточную Азию, решила Японию немножко отложить на потом. На самом деле, про Юго-Восточную Азию, про ее историю, очень мало у нас пишут. Ну, то есть, есть, конечно, разные произведения, но по большей части, это какие-то именно научные труды. То есть, в основном, это труды тех людей, которые там преподают, допустим, в каких-то университетах, там в МГУ, например, в МГИМО, и у них именно как больше научные такие исследования, которые не выходят для широкого круга читателей. Это очень-очень жалко. Ну и, в принципе, редко можно что-то такое интересное найти. А здесь у нас практически целая энциклопедия по истории Юго-Восточной Азии. И какие у нас здесь страны? У нас здесь, значит, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, и также Мьянма, и Малайзия, а также Сингапур, Индонезия и Филиппина. Ну, по-моему, просто прекрасно, кстати говоря, что эта книга заканчивается на 2017 году. Представляете? То здесь прям очень-очень такая большое содержание разных исторических событий. Обычно, вот как в краткой истории Франции, все-таки окончание это там 45-й год или, например, это 90-й год. А здесь вот прям самое свеженькое в этой книге содержится. И посмотрите, насколько она объемная. Здесь огромное количество иллюстраций, просто огромное, разных карт. Это, мне кажется, совершенно замечательно. И здесь, в общем-то, как все строится. Здесь есть определенное время и про каждое время это вот как глава. И в каждой главе есть отдельные подглавы, что в это время происходило вот в странах Индокитая. Очень интересно. Я в восторге просто, потому что, как вы знаете, я несколько лет жила в Таиланде. Я очень часто езжу в Азию. Я ее обожаю. И поэтому я, я просто, знаете, дождаться уже не могу, когда я начну читать эту книгу. Ну, сначала, правда, начала читать про невесту-призрака. Все-таки чтение чуть-чуть полегче. В общем, я вам потом обязательно расскажу, насколько она мне понравилась. Единственный момент, который немножко меня смущает, это то, что про Александра Ландау нет нигде никакой информации. Абсолютно. Не его каких-то научных званий. Вполне возможно, что он не является именно каким-то научным сотрудником. Может быть, он действительно просто вот такой энтузиаст, который изучает вопросы истории разных отзятских стран. Я думаю, что, скорее всего, Александр Ландау это какой-то псевдоним. Поэтому мы не можем найти про него информации. Но, в общем, было бы интересно узнать, кто все-таки это такой. И две последние книги на сегодня это Дэвид Аттенборо. Или Аттенборо, наверное, Аттенборо все-таки. Это знаменитейший натуралист и ведущий телеканала BBC, который снимал супер популярную передачу про путешествия натуралиста. Еще в 50-е годы он предпринял свою первую экспедицию. Ну, разумеется, не он сам, а по заданию BBC. И потом продолжил эти свои экспедиции. И даже в 60-х, 70-х годах он был главным менеджером BBC. До сих пор, кстати, он жив. Ему, по-моему, 94 года сейчас. И он, в общем, занимается по-прежнему производством разных фильмов, которые посвящены дикой природе. Кстати, интересно, что во время его первой экспедиции, по которой написана вот эта вот книга путешествия натуралиста, они не только изучали животных, они также их отлавливали для лондонского зоопарка. Он здесь пишет в начале этой книги, что сейчас, конечно, такого уже не происходит. То есть эти экспедиции, они, как правило, не производятся, потому что в зоопарках уже есть животные, которые там размножаются, зоопарки обмениваются разными животными. И, соответственно, ну, как бы он, знаете, так немножко уходит здесь от вопроса вот этичности содержания животных в зоопарках, вот этого отлова в животных. Ну, так пытается это сгладить, потому что, понятное дело, что писалась книга в 50-е годы, когда был на это немножко другой взгляд. Но, с другой стороны, это была научная экспедиция, и они занимались именно изучением диких животных. В общем, первая книга рассказывает про несколько, на самом деле, его экспедиций, которые, ну, как бы просто совместились в одну. Это Гаяна, Сьерра-Леона, Бали, Восточная Ява, остров Комода и Парагвай. На самом деле, прям странно, это из совершенно разных частей мира, да, вообще, одна там, другая там. Так что Дэвид Таттенборо попутешествовал. И вторая здесь, это немножко уже другие регионы, а здесь это северная территория Австралии, Фиджи, Тонго и Тихоокеанские острова. Ну, в принципе, это то же самое, это просто про чуть более поздние экспедиции. И говорят, что написано совершенно потрясающим английским юмором. Я тоже прям жду-жду-жду, когда я буду читать уже эти книги. На самом деле, мне, почему я вообще решила их приобрести, не то, чтобы меня очень интересует вопрос именно изучения дикой природы, то есть, вот именно про животных. Я обожаю животных, но, тем не менее, я бы не хотела читать, знаете, про их отлов и вот эти вот все вещи. Но, тем не менее, мне кажется, что эта книга, она, наверное, больше как Турхейрдал, как его книги, Кантики, по крайней мере, я так рассчитываю, что что-то там будет похожее на это. Ну, и все равно про какие-то, про какие-то дальние страны, про замечательные путешествия. И это то, что я обожаю, и про то, про что я, в общем-то, и хочу читать. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, что вы получили небольшой дайджест, потому что в последнее время вышло в разных книжных издательствах и появилось в книжных магазинах, и что вы что-то из этого, может быть, присмотрели тоже себе и чем-то заинтересовались. Мне кажется, что вот все книги очень интересны. Я очень довольна этим заказом. Я заказывала на Азоне все эти книги. И знаете, как иногда бывает, что ты, когда делаешь заказ какой-то, ну, подбираешь вот примерно, какие книги тебе интересны, из них половина там оказывается в результате совершенно не такой, как ты себе представлял, и ты так, ну, зря на самом деле купил. А здесь я прям всеми довольна, и я считаю, что все абсолютно книги меня, во-первых, образуют больше, а во-вторых, мне принесут действительно большое удовольствие. Если вы заинтересовались образовательным порталом Geekbrains, то обязательно заглядывайте вниз в инфобокс, и я вам желаю удачи в освоении новой интересной профессии, и желаю вам сегодня замечательного настроения и как можно больше хороших книг. Спасибо вам за внимание, и до скорой встречи на моем канале. Всем пока!